АПМ это вообще вот этот 68-го года то есть я встречал и ПМ и 53-го года да, то есть как только они ПМ пошел на смену ТТ, да он считался оружием офицера и в то же время и милицейским и военным, и всяким разом то есть личное оружие ПМовский патрон 9 мм патрон обычный, нормальный патрон потом к нему начали спецпатроны всякие разные делать очень надежный пистолет один американский эксперт оружейный, признанный который когда-то побывал во Вьетнаме в плену оттуда сбежал захватив у конвоира вьетнамца свой пистолет Макарова так вот он сейчас имеет возможность покупать любое оружие себе тем более у них законодательство позволяет да, это делать вот, но он говорит, что при любом раскладе пистолет ПМ у меня будет с собой первым, либо вторым пистолетом потому что по надежности лучше нет очень надежный пистолет здесь еще что интересно Макаров отошел от классического выброса магазина кнопкой потому что часто бывает в боевой ситуации человек может случайно нажать выбросить магазин остаться без оружия пистолет Макарова убрал кнопку у него для снятия магазина нужно пружинную защелку ну это же усложняет удлиннее процедура одной рукой нельзя да, совершенно верно но делает надежным пистолет потому что ты никогда не потеряешь магазин еще не слышал ни одной истории чтобы у пистолета Макарова кто-то потерял магазин не, ну можно потерять магазин но только вместе с пистолетом может вместе с пистолетом здесь чуть ты задел его где-то там вытащил не так он отчелкнулся если пружина сильная все, у тебя нет магазина нет магазина соответственно ты не можешь стрелять здесь магазин есть всегда его только специально можно потерять опять же пистолет самовзводный ну, отпустил предохранитель два положения все одним пальцем удобненько делать легонький очень удобный пистолет скажем так когда я служил у меня был пистолет Макарова который самовзводом есть такое упражнение для тренировки стойки из стрельбы ставится гильза на него ну, к примеру и стреляешь самовзводом вот гильза должна оставаться то есть это когда у тебя правильная стойка рука не шевелится не выстрел а именно холощение да, то есть без выстрела но самовзводным гильза должна оставаться на нем вот это когда отрегулировано все отшлифовано выверено все смазано хорошо ну и плюс стойка ты не дергаешь пальцем при выстреле тренировка на стрельбу с пистолета Макарова а сейчас он на вооружении стоит да, только ну, увеличенные боекомплекты ну, потом пошел пистолет Макарова модернизированный там магазин уже пошел здесь чуть пошире ручка стала в два ряда патрона но опять второй ряд как усложнение конструкции всегда идет в пользу ухудшения его надежности так пистолет изумительно надежный очень лег тоже разбор да, к примеру кстати, из-за чего очень многие говорят что его Макаров слезал с ППК с Вальтера из-за вот того что разборка вот все он разобрался для того, чтобы почистить его привести в порядок он уже готов почистили собрали все пистолет у вас приведен очень удобный очень легкий когда ты с утра до вечера бегаешь вот таким вот у тебя потом начинают дрожать ручки а с таким ты можешь бегать еще и с вечера до утра изумительно и плюс размеры кстати на них в 90-е годы для спецподразделений для СОБР спецназы были были даже специальные кабуры паховые когда ты почти в плавках находишь она стоит вот в таком положении то есть вот этот маленький пистолет можно было спрятать практически незаметно в том чтобы все сохранялось дело дело до утра до утра до утра до утра